Александру Васильевичу 78 лет. 60 из них он проработал в строительстве, начиная с рабочих, заканчивая руководящими должностями. Сегодня возглавляет две компании. Одна занимается инженерными изысканиями, другая – проектной документацией. Секрет в том, что я уже 17-й год, как вышел на пенсию, прошло. Нужно любить свою профессию и не бросать работу. В 1956 году День строителя отпраздновали впервые. Именно в те годы готовилась первая в послевоенное время и небывалая для страны волна массового строительства. В 60-е, 70-е и 80-е годы 20-го столетия закладывались целые микрорайоны и даже целые населенные пункты. Если бы строители не строили дома, что бы мы все делали, когда придет зима? В 2016 году в Анапе ввели около 343 тысяч квадратных метров жилья, почти на 17% больше, чем в 2015 году. Помимо этого построено более 6 километров газопроводов в хуторах Усатого Балка и Вестник, подземный пешеходный переход в станице Анапской, здание амбулатории врача общей практики в хуторе Рассвет и другие социально значимые объекты. Страна динамично развивается, крайне развивается, и все это благодаря вам, потому что строятся дома, все зависит только от вас. От всей души поздравляю вас с праздником, желаю вам здоровья, успехов, самых лучших пожеланий. Многое сделано, но много еще предстоит сделать. Здоровья вам, удачи, благополучия. И, конечно, чтобы мечты и желания ваши сбывались. И уверенности в завтрашнем дне. Строительство – это локомотив экономики. Одно рабочее место на стройке означает, что помимо этого будут заняты еще десятки специалистов. Машиностроители, производители материалов, транспортники. Максим и Екатерина Кутины – архитекторы. Познакомились на работе, теперь у них дружная семья. Дочь уже примиряется к кубикам и конструкторам. Есть интересно, если по городу походить, поискать, есть, но в основном это частный сектор, есть интересные дома. Ну, я же говорю, есть куда стремиться. Ожидается, что в этот и еще ближайшие два года в Анапе сохранится темп ввода жилья по 300 тысяч квадратных метров.